Здравия всем любителям хоккея! Регулярный чемпионат Анхайл стартовал двумя вынесенными матчами в Праге, но основные баталии начнутся несколькими днями позже. Предсезонные поединки подарили нам довольно большое количество неплохих моментов, поэтому в этом году мы решили сделать по этому поводу наш традиционный топ. Ну что, разогреемся перед сезоном? Вашему вниманию лучшие моменты предсезонки Анхайл сезона 2022-23. Усаживайтесь поудобнее! Мы начинаем! Монреаль плотно обложил Виннипек, находясь в ситуации 4 на 3, и после броска Коала Колфилда шайба высоко взмыла в воздух и пропала из виду. Первым сориентировался Брэндон Галлахер и, стоя на коленях, по-бейсбольному отправил снаряд в цель. Удивительная цепочка событий. Поговорим о результативных передачах из-за ворот. Джек Рословик оказался совсем один и, не испытывая никакого давления извне, технично оставил шайбу Джеймсу Нилу. В это время Кейси Дэсмит внимательно следил за чем угодно, но не за шайбой. Находясь в зоне Лос-Анджелеса, Дэрэ Грант не стал долго размышлять, что делать с шайбой, и в одно касание отправил ее партнеру на пятак. И да, сделал это вслепую! Макс Джонс подарок принял с удовольствием и совершил результативный бросок. Сиэтл довольно хорошо смотрелся в предсезонных матчах, а этот эпизод стал их украшением. Джоуи Даккор шикарно сыграл клюшкой и отправил результативный пас через всю площадку. Райан Доната, казалось бы, запутался в собственных ногах, но восстановил позицию и в падении отправил шайбу в цель, объехав ворота Эдмонтона. В конце поединка с Питцбургом игроки Детройта плотно насели на ворота Кейси Дэсмита, но вратарь пингвинов не дрогнул в ответственный момент и подтащил своих партнеров. Джонатан Юбердо умеет делать красиво. Шикарная улитка на выходе из зоны, и вот уже Калгари летит 3 в 2. А дальше хоккейная классика, пас на Элиаса Линхельма. Швед тут же переадресует шайбу Тайлеру Тафолии, и можно вынимать. Да, в этом моменте было шикарно вообще все. Вратари в большинстве своем показали, что они в хорошей форме. Вот так Джек Кэмпбелл остановил опасную атаку Ванкувера, успел переместиться и забрал шайбу в ловушку. Точно так же проявил себя и Мат Мюррей, вытащивший на перемещение, казалось бы, мертвый бросок от Юрая Славковски. Ждем продолжения в регулярке. Джейсон Цукер на стиле принес своей команде победу над Коламбусом. В одиночку попер на всех соперников, но уже в самом конце пути потерял равновесие. Это нападающего не смутило, и он из сложнейшего положения успел переложить шайбу на неудобную руку и оформить очень породистый гол. Вот это мастерство! Василий Подколзин решил сыграть в этом моменте наверняка и буквально завез шайбу в ворота. Хоккеисты Калгари решили россиянину не мешать и лишь обозначили борьбу, а Василий был такому только рад. Отвратительная игра в обороне Флеймс не умаляет достоинств Подколзина. Джон Гибсон в одиночку способен решать сложнейшие задачи. В футбольном прыжке отразил шайбу, пущенную точно в створ. Анджи Копитер был просто потрясен увиденным и вообще не понял, как не забил. Опытнейший мастер игры в меньшинстве Кейси Сизикас показал молодым филадельфийцам, кто здесь батя. Нападающий Айлендерс буквально насквозь прошел через защитника Флайерс и уже в падении ткнул шайбу в ворота. Вот так надо действовать при максимальном сопротивлении соперника. Шедевральный момент! Команда новая, проблемы старые. Похоже, Илья Самсонов так и не набрался уверенности в игре клюшкой за собственными воротами. Вот такой привоз вряд ли порадовал тренерский штаб Торонто. Зато в Вашингтоне убедились, что все сделали правильно. Бонус недели! В матче проспектов Каролина и Тампе Александр Пашин заставил руководство Ураганов повнимательнее к нему присмотреться. Вот этот чудесный лакросс гол явно добавил россиянину вестов и показало, что в команде может подрасти второй Андрей Свечников. Пожелаем Александру удачи и ждем дебюта за главную команду. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент из предсезонных матчей вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал, а также ищите нас в Телеграме. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok